Всем привет, друзья! Итак, продолжаем играть в первый ремонт Месси Варваров 3. Важная серия, напряженная борьба против Галла у нас продолжается, нету пока решающего перелома ни в ту, ни в другую сторону. Перемололи под Сыгодумом несколько гальских армий, сейчас будем идти в сторону Гирговии и уже от боя за Гирговию будет зависеть очень-очень-очень многое. Плюс в осаде у нас Валенсия, мы держим ее в осаде, на штурме я идти пока не буду, потому что там все-таки довольно-таки серьезные стоят гальские войска, очень серьезный стейк пехотный, так что рисковать своими ребятами я не буду. Но у нас здесь есть новая армия, которую мы мобилизовали в наших испанских землях, сейчас мы ее подведем к Сыгодуму, там возглавит ее Мариадок. Чуть-чуть видоизменим состав армии и попробуем отправить ее в самое необходимое и нужное нам место, либо это будет Валенсия, либо Масилия, либо оставим ее под Нормоном против римлян. Кроме того, у нас здесь была битва за Никосию, мы здесь одержали победу над Карфагинянами, но наши войска понесли существенные потери, плюс к большому сожалению погиб очень важный для нашей фракции генерал. Но сами вы знаете, что большинством боев я командую вручную, не оставляю их на авторасчет, поэтому потери генерала для нас с точки зрения дальнейшего продвижения до боевых успехов нашей фракции серьезного значения не имеет, но факт довольно-таки неприятный для нас. Вот таким вот образом мы восстановили численность нашей армии, в ИКС у нас стоят довольно-таки значительные силы, нужно будет сейчас нам отмобилизовать флот, эти войска отправить куда-нибудь в Карфагин на переобучение, новый Карфагин, и дальше уже перебросить их обратно в Африку, плюс в Тенге у нас войска постоянно переобучаются, резервы у нас есть, если что, в Африке, так что я думаю, ИКС мы будем держать очень плотно, и врагу ее мы точно не отдадим. Да, давайте вернем в ИКС этот отряд тоже, и потом на кораблях переправим на переподготовку в наши испанские владения, в наши родные края. Ну и нужно найти генерала какого-нибудь, которого мы отправим в Африку, у нас здесь есть пара человек, но достаточно преклонного возраста, они мне нужны молодые, молодых воинов у нас не так много. Так, здесь переобучаться должны наши конники, да и пехотинцы в том числе. Так, в Астурии, вот, 23 года, Ксальбадор из Картея, давайте вот этого Ксальбадора мы как раз таки и возьмем, и отправим его в сторону Африканского побережья. Так, а здесь все нормально, найм бычьих воинов. Ну, я так смотрю, слишком большие силы у нас стоят без дела, это нехорошо. Так, эти войска выведем из города, плюс сюда дадим бычьих воинов. Конницу, вот так вот. В качестве основной армии, конечно же, это у нас не сможет действовать армия, так как вот эти вот товарищи, тяжелые берские пехотинцы, это такие пельтостеры, полупельтостеры, полумечники, так что толку от них большого не будет. Но, как вспомогательная армия, они, в принципе, могут себя проявить. Так, корабли возвращаем в порт. Переобучать я их здесь, к сожалению, пока не могу. Но, ничего страшного, ладно. Так, здесь все под контролем, здесь под контролем. Кстати, здесь 97. Давайте посмотрим, насколько сократится численность гальской армии в Валенсии. Заканчиваем пока ход. Так, понтийцы, галы, все-таки решают атаковать наши войска под Валенсией. Так, ну вот это вот бомжатский стэк, я думаю, его мы без проблем снесем. Вот у капитана Брэна войска более-менее толковые, так что там будет тяжело. Тяжело, тяжело. В принципе, может отступить немножко. Немножко отступить. Да, давайте немножко отступим. Ну, рисковать я уже, ну, не хочу. Слишком много уже было риска неоправданного. И слишком дорогую цену мы за это платим. Поэтому лучше будем действовать более аккуратно. Так, наши корабли здесь, корабли топят. Так, ничего страшного. Что за войска римские? Да, городские когорты Рима. Элитнейшие войска. Так, вот здесь галы уже объединились. Галы объединили свои войска. Да, я думал, я выдвинусь сейчас в сторону Герговию обязательно. Атакуем Герговию. Пробуем подкупить здесь этого парня. 15 тысяч, да, давайте. Распустим эту армию. Подходим сюда. Этим дипломатам подходим сюда. Серьезных гальских войск я пока не вижу. И это хорошо. Значит, через ход мы сможем взять Герговию, по идее. Так, в Сегадуме войска. Агент у нас здесь, дипломат. Выводим его из города. Кавалерия нужна. Переобучаем здесь иберца. Вы нанимаем конницу. Три от тяжелой кавалерии. Сегадум, Бурдигала, Масилья, наше святилище построено. Дипломат погибает. И казна. Ну, в принципе, у нас сейчас 8700 денег. Достаточно опасная черта. Двигаемся дальше нашими войсками. Из Испании в сторону Нарбона. Валенсию нам нужно забирать. Но вот здесь мост. Если мы будем атаковать, мы будем атаковать в мост. и у противника будет перевес. Лучше встанем здесь и спровоцируем противника на атаку. Тогда перевес уже будет у нас. Так, ну давайте постепенно будем продвигаться к карфагенским владениям. Капитан Аштартион, которого мы разгромили в предыдущей битве. Плюс с ним небольшое подкрепление. Давайте отправимся в битву. Здесь битва на мосту. Лично будем командовать войсками. Попробуем минимальные потери. И максимальный результат. То есть полностью уничтожены вот эти две маленькие карфагенские армии. Начинаем размещение войск. Так. Придется нам штурмовать мост. Задача довольно-таки неприятная. Так, здесь брод. Вот он. Два отряда конницы у нас пойдут в брод. Все, другого брода нету. Резервы оставим. Здесь. Запускаем. Так, вот они карфагеняне. Здесь переходим в брод. В принципе, можно туда и генерала нашего отправить. Твою мать! Попали по нашим тяжелым и бердским парням. Арта обстреливает нас. Еще два отряда поддадим сюда парней наших. Включим пилу мы. Ой-ой-ой, как больно попадают-то из своей артиллерии карфагеняне. Попадают очень больно. Так, что у нас с кавалерией? Она уже переправилась. Подводим ее. Так, где спилу мы на этих бомжей тратить я не буду. Они, в принципе, и так должны испугаться. Кавалерия зашла хорошо в тылы. Все, здесь... Ну, пугайтесь, пугайтесь. Все, полностью уничтожили здесь отряд. Пробуем окружить пехотой. И наносим удар кавалерии. Здесь включаем пилу мы. Продвигаемся вперед. Здесь, сюда. Хорошо. Конница наша отрабатывает. Убили полководца. Это у нас... Кто? Карфаген, покоренные греки. Мегаплитоподобные отряды. Но это для нас... Не проблема. Сейчас мы отпитываемся вот здесь по тяжелым... Куниским пехотинцам. Дадим залп в тыл. Все. Бьем сюда. А здесь разворачиваемся. Натиск мощнейший в тыл по карфагенянам. Ну и все. Великолепно. Первая армия разгромлена. Потери есть, но они достаточно минимальные. Все. Перестраиваемся и ждем подхода... Второй карфагенской армии. Здесь сюда. Здесь сюда. Так, здесь у нас есть еще несколько отрядов пехоты. Их тоже сюда. Подтаскиваем. Здесь заходим в тылы. Здесь кавалерия сюда, сюда. Просто пилумимся. Просто пилумимся. Здесь включаем обычную скорость уже. Здесь сюда. Здесь бьем по вот этим вот парням. Карфагенские лучники. Здесь заходим в тыл чуть-чуть. Здесь вот так вот построимся. Боевой дух, конечно же, у парней великолепный. Спорить с этим мы не будем. И все. Обращаем в бегство. Добиваем. И ставим на... максимальную скорость. Ну, лучников, судя по всему, нам догнать не удастся. Да, не удастся. Убегут они. Но победа великолепная. М421 противника мы убили. Потеряли порядка 100. Я думаю, в принципе, вполне приемлемый результат. Отлично. Противник разбит. Форсируем мост. И движемся в сторону солдая. Я думаю, скоро этот город тоже падет. Под нашим натиском. Пусть прегражден. Так, это уже все. Теперь, я думаю, в принципе, можно заканчивать ход. 8700 денек. Посмотрим, сколько у нас сейчас будет на следующий ход. Войска, кстати, в Лемон прибыли. У нас там сейчас достаточно мощная армия. Может, она будет выдвинуться сейчас на север. Теперь глянем, что там у галов. Да, галы нас сами не атаковали. Дают нам... Дают нам фору. Посмотрим, что за войска в Лемоне вообще у меня. Прессутаг из Лютэции. Прессутаг из Лютэции. Ассензион из Геспали. Вот Ассензиона я возьму в качестве полководца. Дам ему всех быков. Бац. Дам ему еще конницы. И выдвинемся в сторону Конрада Ридонской, которую давно уже нужно было захватывать. Денег мы получили, кстати, 20 тысяч прибыли. Теперь нужно идти на штурм Гергови. Подкупаем здесь этого мужика. Не получается. Атака. Шанс на успех 3 к 1. Я сейчас сохранюсь. И теперь идем на штурм. Безоговорочная победа. Отлично. Захватываем Гергови. Уничтожаем здесь, само собой, всех, кто оказывал сопротивление. Вернули себе Гергови. И нам остается взять себе Аварик. И это будет чистая победа. Так, давайте вовстановим численность войск. Потому что сейчас 100% галы на нас сагрятся и попробуют нас как-нибудь огорчить. Отлично. Фактически всю армию уже подготовили. Строительство. Все нормально. Все прекрасно. 44 тысячи денег у нас. И куда ушла армия Галов? Она ушла куда-то на северную. Ладно. Осаждаем здесь Валенсию. Если у нас будет шанс, мы захватим этот город за один ход. Тем временем, наши войска приходят в Нарбонну. Замечательно. Так, отсюда мы вот эти отряды отправляем в город. Еще отправим туда два отряда кавалерий. Из города возьмем Быков. И вот так у нас получается мощнейшая элитнейшая армия. Туда нужно дать генерала. Дадим туда кого-нибудь. Но я не знаю, кого туда можно начать командующим. Ладно, разберемся с этим в следующей серии. Друзья мои, всем спасибо за внимание. С вами был Гамилька Арбарка. Все у нас начало налаживаться. Испания движется к своему триумфу. Сейчас возьмем Валенсию. И нам останется Конрад Ридонская и Аварик. И победа будет у нас в кармане. Всем большое спасибо за внимание, друзья мои. Ставьте лайки, комментируйте. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok